Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ксения Колесниченко, программист компании BI Consult. Сегодня мы с вами будем выполнять задание 11 дня марафона Data Yoga по кликсенсу. Первое задание звучит так. Создать линейный график по месяцам за 16 и 17 годы, которая будет показывать средние траты жителей России в ресторанах. Мы берем, освободим немножко места. Создаем линейный график. В качестве измерения у нас идут месяцы. В качестве меры у нас идут траты средние. У нас должны быть не просто траты, да? Они должны быть за 16 и 17 год. Такие ограничения мы и впишем в соответствующие модификаторы. Такой, что год равняется больше 2015-го, меньше 2017-го. И так же сделаем ограничения такие, что если мы выберем какой-то регион, да, в фильтре, то это никак не скажется на нашем графике. То же самое с месяцем. Смотрим. Ну, что у нас интересное получилось? Начнем с того, что у нас пошли в порядке возрастания. Август, апрель, декабрь, июль, июнь. И они в алфавитном порядке пошли. Нас это не устраивает. Мы включаем сортировку. Сортировку выключаем. Не получилось январь, февраль, марта. Так, только данные у нас взялись за 16-й год. Это значит, что? Это значит, что я неправильно написала. Вот так. Мы поставим метку, что это данные по России. Задание номер 2 звучит так. Добавьте аналогичные графики по трем регионам. Для этого запишите часть сет-анализа в переменную с сет-анализ Москва-Краснодарский край, Липецкая область и определить, какие регионы выше, какие ниже среднероссийского уровня. Что мы делаем? Мы берем... Ну, вообще, в принципе, чтобы построить подобный график по Москве, да, что нам нужно сделать? Копировать вот эту формулу и добавить еще одну меру. Вроде бы, нет ничего проще. В качестве региона мы укажем Москву. И вот у нас готовая... Ну, вот у нас есть готовый график. С одной стороны, да. С другой стороны, что стоит отметить? Мы очень часто будем использовать подобную... Часть вот этого выражения, да. Мы часто будем использовать год 15-18-й и игнорирование месяца. На что еще хотелось бы обратить внимание? Мы также будем... Может ведь так произойти, да, что в следующий раз мы будем... Ну, не знаю, через полгода или через год руководство нам даст задачу построить данные не только за 16-17-е, но скажет подцепить сюда еще 18-19-е годы, да. И тогда нам придется в каждом графике искать вот эти вот ограничения и ручками это поправлять. Это очень неудобно. Поэтому... В программировании есть такая замечательная штука, которая называется переменная. Да? Я скопирую сюда кусочек отсюда. Мы идем в переменные, в нижний левый угол и создаем. Это set-analyze. И... Что мы оставляем? Оставляем мы год, который у нас 16-17-й. Убираем регион, потому что регион у нас может меняться. Да? И вот у нас set-analyze. Вот если мы будем вставлять в формулу set-analyze, то у нас будет строиться вот такая замечательная... У нас автоматически программа будет подставлять туда вот это значение. Ну вот, смотрите. Берем здесь, стираем месяц. И год. Ставим... С... Set-analyze. жмем применить мы видим что у нас ничего не изменилось да это та же самая москва только здесь уже применена переменная с set анализ поставим метку москва добавляем данные по липецкой области липецкая область у нас в 2 снова поэтому не забудьте кавычки вот она у нас появилась и добавляем краснодарский край переходим к последнему вопросу какие регионы выше какие регионы ниже относительно среднероссийского уровня но у нас тут замечательные цифры такие что они все либо выше либо ниже липецкой область у нас ниже среднероссийского уровня а выше среднероссийского это москва и краснодарский край переходим к третьему пункту мы создаем функцию f function которая будет возвращать тот же set анализ но по заданному в параметре региона добавим на новый график линии по алтайскому краю мурманской области и республики дагестан мы берем создаем новый график в качестве измерения у нас будет месяц в качестве меры у нас будут средние траты здесь мы снова сталкиваемся с тем же самым то что сортировка идет не так как мы хотели бы а убрав лишние галочки автоматически сортировка идет в том порядке в котором данные загружены копируем формулу которая у нас изначально была в первом графике в России затем мы переходим в переменные и создаем переменную которую мы называем f function на что стоит что стоит запомнить про этот f function что регион мы здесь заменяем на расширение со знаком доллара ммм мм 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 как . мм 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 да Регион и месяц. Ну, готово, да? Мы идем в нашу главную таблицу. И мы здесь немножко изменяем меру. У нас будут не просто траты средние, ну, мы вставляем вот так вот. Мы пишем, мы жмем расширение доллара, пишем F-Function, указываем Мурманская область. И жмем ОК. Ну, мы что, видим, что у нас данные подгрузились с января 2016 по дегабрь 2017 года. То же самое мы делаем по Алтайскому краю и Республике Дагестан. Будет даже удобно просто скопировать эту формулу. Так, здесь у нас что было? Мурманская область. Алтайский край. Очень важно писать, например, ну, соблюдать одинаковое написание, да? Край не с большой буквы, хотя у нас и положено, чтобы это должно быть с маленькой. Но, очень важно не ошибиться, иначе все поломается. Пишем Алтайский край. И добавляем Дагестан. Видите, как у нас ускорилась работа. Так, и здесь мы тоже убираем. Так, переходим к четвертому заданию. Четвертое задание. Можно ли создать функцию, которой можно передавать пустой параметр для расчета по России? Можно. Что мы для этого сделаем? Идем в данные. Добавляем меру. Но вместо Мурманской области ставим звездочку. Обратите внимание, если изначально в f-фанкшн стоят кавычки, апострофы, то у вас не сработает данная формула. А если кавычек нет, как у меня, то сработает. Вот у нас появилась красная линия, которая показывает среднюю температуру по больнице. Точнее, по России. Вот так. Ну что ж, давайте перейдем к пятому заданию. Доработать KPI средние траты по Москве в 2015 году, используя функции в переменах с условием, чтобы в зависимости от передаваемого параметра оно показывало средние траты по Москве или минимальные траты по Москве. Причем, чтобы менялось как значение, так и метко. Ну, давайте создадим еще один KPI. У нас уже есть KPI средней траты по Москве, да, но оставим его как контрольный. Создаем новый KPI. На всякий случай копируем формулу. Потому что нам она еще пригодится. Что мы делаем? Мы идем в переменные. И создаем переменную, которая называется F. Мы ее по-английски назовем F. и мы напишем вот такую замечательную формулу. Если расширение со знаком доллара равно значению суммы, то тогда мы вставляем вот такую формулу. Только у нас было Average, да, мы ее отсюда скопировали из старого KPI. А здесь мы ставим Sum. А в противном случае правильно? Да. А в противном случае мы ставим ту же самую формулу, только со значением среднее. Так, со скобками у нас здесь все в порядке. Нет. Вот закрываем скобку, предназначенную для IF. Ну что, готово. А сюда мы добавляем меру. Мы пишем расширение со знаком доллара. Вызываем функцию F и пишем туда значение суммы. Закрываем скобочки. Применяем в опачке знакомая цифра. Давайте мы ее поправим. Пусть это будет обычное число. Мы видим, что получилась у нас та же самая сумма. хотя эти траты здесь 3,259 это средние траты, а здесь сумма. Но давайте вспомним еще раз, снова натыкаемся на те же грабли, что у нас по сути обычная таблица, где в строках указаны субъекты федерации, а в столбцах указаны месяцы. И у нас получается на самом деле интересная такая вещь, что у нас всего одно единственное значение относится к Москве в августе 2015 года. Оно и максимальное, оно и минимальное, оно и среднее, и оно даже равняется сумме самого себя, потому что оно берется один раз. Поэтому мы возьмем и модифицируем нашу формулу. Мы ее модифицируем для того, чтобы понять точно, что наш учебный процесс не пострадал, что у нас все написано правильно и посчитано все правильно. Мы добавим в случае суммирования значок плюс один. Сейчас мы видим, что цифра у нас изменилась. Если сумма, то она показывает 3260, а если мы поставим average, то 3259. Теперь давайте разберемся с меткой. Мы для этого заходим сначала в переменные, копируем выражение из переменной f и создаем новую, например, v. Задаем ее значение. Но мы пишем так, что если написано сумма, то в таком случае мы пишем сумма трат MSK август 15-го, в противном случае средние траты MSK август 15-го. и сохраняем. Теперь здесь пишем практически вообще на самом деле та же самая формула, только вместо f у нас здесь стоит v. если мы поставим сюда сумм, изменится метка если сюда, то значение. Вот мы и справились. Ну что ж, до встречи при решении следующих задач марафона. марафон. Субтитры марафон. Продолжение следует...